И все, привет, ребят! С вами Старбак из USB свой новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору новых устройств. И сегодня вместе с вами мы протестируем устройство Минер на корпус Ариэс или Мамонт. Сейчас мы быстренько посмотрим. Я уже просто не помню, на что мне упал. На, на Мамонт, на Мамонт. Сыграем сегодня на Минере с Мамонтом. Ну и попробуем реализовать эту интересную комбинацию. Возьмем по пушке что-нибудь, что-нибудь вроде, наверное, Скорпиона будет неплохо с Копьем. И будем стоять на плотном дефе с Минерчиком и с Кризисом. И будем стараться тянуть как раз-таки каточку нашим союзникам. Запикаемся специально в режим захвата флага, чтобы у нас было все максимально киберспортивно. Ну а если вы ждали обзора этого устройства, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком. Не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше по тегу. Для этого настройка игровой аккаунтики установить ему личный тег-тег-темп. Дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и заполняйте форму, которая есть в описании. И уже буквально через несколько дней у нас будут итоги этого масштабного розыгрыша. Ну а меня закидывает на полигон. На полигон. В чем суть этого устройства и как оно вообще работает? Вы ставите мины. И каждая ваша минка до определенного количества, если я не ошибаюсь, 50 мин выдерживает этот дрон. Они остаются, пока вы не умрете два раза подряд. Хотя сейчас, по идее, да, то есть это так работал дрон. Сейчас, по идее, мины всегда будут оставаться, я так понимаю. Да, то есть все те мины, которые я поставлю, они все будут работать. При любом раскладе. И все, что мне остается сделать, это только лишь поставить, ну их максимально грамотно. Да, то есть вне зависимости от того, уйду я на респ или не уйду я на респ. Да, эти минки у меня сохранятся. То есть, по сути, вот сейчас я наставлю здесь минок на проход. И потом мы вместе с вами специально сольемся, чтобы посмотреть, какое количество мин у нас было и все ли они останутся. Да, при двойном даже респе. Двойной респ мы тоже проверим. Потому что я помню, что с двойного респа, с дрона, из-за кулдауна, спадали эти минки. Как оно работает с устройством, я, честно говоря, не знаю. Да, информацию по этому поводу я не читал. Возможно, зайдем после боя на Википедию, если там появилось. Потому что по устройству, например, на страйке информации никакой нету еще. Поэтому, может быть, и по поводу этих устройств тоже нет никакой инфы. Но пока что у нас работка по дефу работает очень хорошо. Да, то есть, проходик мы уже заменили. Один. Поставим сейчас здесь четвертую минку на верочку. С левой стороны у нас мины есть. Ну и остается лишь только заминировать все остальные проходы. Да, то есть, вот, например, сейчас этот проходик заменим. И заменим еще тот правый мост на случай того, что если противник будет у нас люто пушить, чтобы наши минки работали и в этом плане было у нас все четко. Но пока что, если честно, противник особо в атаку не едет. Мы просто стоим на супер пассивных. Ну и профессиональные деферы работают. Профессиональные деферы работают. Овердрайв мамонта мне даже не приходится никуда использовать. Да, то есть, я спокойненько могу здесь пожить. Ну, я со временем сейчас, наверное, пойду реализую все-таки этот овердрайв. Потому что мины у меня, по идее, сгореть не должны. Да, минки у меня должны сохраниться. А если минки у меня сохраняются, то, в принципе, это, наверное, то, что я бы и хотел бы. То есть, у меня здесь 4 мины стоит. Там одна рандомная мина стоит. И здесь еще 4 минки поставим. И попробуем как раз-таки быстренько запушить. И посмотреть, как это дело у нас будет работать. Ну и ближе к концу боя, когда уже тут мин наставим супер много, я попробую сделать 2 быстрых делита, дабы проверить, работает ли сейчас это устройство как старый дрон. Да, работает ли оно так же по той же схеме, либо не работает. Очень жалко, что попались в катку, где нет атаки у противника. Потому что я встал на такого плотного дефера, чтобы можно было реально попринимать противника. Да, чтобы у нас тут был супер пуш, а я тут чисто на минерчике бы вытушивал бы этот дефчик. Да, по итогу противник у нас вообще не едет от слова совсем. Я просто стою и жду, пока кто-нибудь откроется мне на прицел, чтобы его просто свести. А так ничего здесь крутого нету по пушу от противника, имею ввиду. Так, ну и что? 4 мины у меня тут есть, 4 мины тут есть. Попробуем залететь. Миночки стоят, которые не должны сгорать. Да, поэтому летим на пушинг, сливаемся. Хотел я, конечно, оверку реализовать, но по итогу у нас быстро сливают. И мины остались, да? То есть вы видите, что мины остались, мины сработали. Да, то есть я только респуюсь, все у нас четко сработало. Но это один момент, да? Это один момент. Сейчас мы попробуем... О, лаг сервера. Сейчас мы попробуем сделать, например, двойной ДЛ под конец боя. И посмотрим, останутся ли мины. Если мины при двойных делитах остаются, то по сути этот дрон можно использовать как... Ну, просто дрон-миносер, да? Миносер, который оставляет все время мины. И можно играть в пуш, можно атаковать с ним спокойно, да? Потому что если минки остаются, то у вас уже и так все четко будет, да? И так все будет идеально работать с точки зрения грамотности, да? И, соответственно, я уже могу себе ни в чем не отказывать и спокойно даже пушить под противника, да? Потому что вы видите, что мины здесь все сохраняются. То есть вопрос лишь только в количестве. Сколько их сохраняется? 50, наверное, где-то. Около 50, по идее, должно быть мин, которые сохраняются. Так, ну и пушим дальше. Что? Что нам делать? Что нам делать? Если противник у нас стоит в дефе и не хочет атаковать, я хотел сам подефить, попринимать. А у меня тут уже все минки стоят. Я с каждого респа могу добавлять просто по одной мине в проход, чтобы они еще более закрепленочно стояли, вкусненько, да? И просто пушить, да? Просто пушить. Все, что мне остается делать, просто дополнительно сверху еще давать пушинга под противника. Даем такую сводяночку. К сожалению, здесь не рубим этого противничка, хотя казалось, что я его рубану. Так, можно вообще попробовать мины на их респе прям поставить. Надо, чтобы они под нулевой урон здесь не забрались. Так, наш тиммейт пытается увозить. Чуть страховочка и миночку, кстати, под себя отдал. 6 минут до конца. Наш тиммейт везет. Мины до сих пор все стоят. Все стоят. Никуда они не деваются, да? То есть не пропадают миночки. Ну и вообще можно было бы дать не кризиса, а можно было бы дать условно гипериона. Гиперион плюс минер. Это, наверное, лучшая комбинация, которая есть. Да, гиперион плюс минер, но у меня гипериона на этом аккаунте нет. Поэтому я такую связку попробовать не могу. Но я думаю, что... Сейчас мы уже званочку скоро поднимем. И сможем уже этот момент тоже в будущем протестировать. Связку минера плюс гипериона. И вот связка минера плюс гипериона, мне кажется, что будет супер вкусно. Хотя под мамонта и кризис, да? Если пушить, например, то кризис тоже хорошая тема. То, что ты можешь быстро поврывать, потушить противника, поуносить, при том, что здесь овердрайв у мамонта работает уже как будто просто вечность. Да, очень много по времени работает овердрайв. И за счет этого, конечно, ты можешь давать безумнейший результат. Тридцать два килла у меня на мамонта... На мамонта... Скорпье. Так, и немножко мин подорвали все-таки противники. Все-таки подорвали. Значит, мы можем здесь постоять пока что, поминить. Счет у нас уже 5-0. По ощущениям досрочечка у нас в рамках этого боя. Должна здесь залетать. Но с гиперионом точно будет супер вкусно. Именно вот под ультрадев. Под ультрадев. С гиперионом будет прям очень хорошо. Когда ты сможешь каждые 10 секунд ставить поминки. Это будет прям мега круто. Так, ну и что? У нас остается мало времени, поэтому давайте... Я вот сейчас слился. Я жму сразу с респа дэлит. С респа дэлит. То есть это, грубо говоря, у меня должен был быть кулдаун. Кулдаун на дрон. Да? Проверяем. Остались ли мины? Мины остаются. Остаются даже если сразу сливаешься. То есть ты вообще можешь в себе ни в чем не отказывать от слова совсем. Да? То есть ты просто жесткий сирун, который ставит мины, и эти мины будут весь бой. Твои мины будут работать весь бой. Вне зависимости от того, сколько раз ты слился. Дали тебе подаву перед смертью или нет, да? Потому что это как устройство работает, а не как дром. И за счет этого оно приобретает еще больше имбовости. Еще больше имбовости. Потому что с каждого респа ты можешь... Ну и вообще в принципе ты можешь добавлять мины, и эти мины будут оставаться. Они будут просто-напросто оставаться. И это очень и очень бустовая вещь. Которая может в моменте очень неплохо помочь вам как в дефе, так и при пуше противника. Да? Потому что минки-то остаются. Соответственно, и когда вы пушите, ставите агрессивные мины, они все будут оставаться, будут работать. Да? Круто! Круто! Единственная контра это рез от мин. Да? Но его в матчмейкинге особо никто не использует. Кроме моего бездоната второго аккаунта. Так, жмем поудишку на базе противников. Добавляем минку сразу. Прожимаем уже ДАшечку. Ну и сразу под УОЗ даем. Почему бы и нет? Тут притормозим. Чтобы рубануть ареса на его. И так сливают. Ну и ставим шестой флаг. Вот вам комбинация. Просто я брал ее для дефа, а по итогу 750 очков. 750 очков 40 килов. 40 килов. Ну здесь пушка просто еще тоже, да? Дает супер много. В целом очень круто. Прям очень круто. 42 кила у меня по итогу за этот бой. Уже готово. 42 кила. Ну и из альтернативных наверное вот гиперион и кризис это два дрона с которыми я лично вижу это устройство на корпус. С любым другим дроном я думаю, что смысла особо в этом плане не будет и актуальности в этом плане тоже особо как таковой не будет. Соответственно если у вас есть это устройство берете гиперионуса либо кризис под пуш и начинаете жестко серить минами который будет очень и очень хорошо работать на постоянной основе. Это конечно жестко. Это реально жестко. Потому что я честно говоря не ожидал что даже при двойном респе у тебя будут эти мины оставаться. в моем понимании при двойном респе по идее у тебя они должны были бы спадать. Но здесь все работает не как дрон а как устройство которое на постоянной основе можно реализовывать себя в плюс. Ну и тем жестче получается оно в реализации. Так у нас минута до конца я жду овердрайв я жду оверку у меня 98% рискую. Блин зря рисковал. Зря рисковал я конечно зря надо было не рисковать. На 0 хп обжиматься. 46 килов офигеть. Я взял комбинацию постоять в дефе называется. Называется взял комбину постоять в дефчике. Постоял в дефчике. Неплохо. Неплохо я постоял в дефчике. миночки рубанули еще. 50 килов. Не ну этот скорпион очень сильный на сегодняшний момент времени. Прям очень сильное устройство. 50 на 14 счет на мамонте с минерчиком. Прикольно. Очень прикольно. Ну и видите мины мои здесь так и простояли весь бой. Дефа дефа особо не понадобилось. Ну даже попушили. с мамонтом получилось очень неплохо. Поэтому устройство реально крутое. Думаю что оно будет актуально в дальнейшем в реализации. На мега донате на мега донатный канал протестирую еще устройство на титан. Посмотрим как оно себя проявит. Ну и там вы сможете тоже на мега донатном канале посмотреть уже его реализацию. Если вдруг вообще не знаете про мега донатный канал в описании ссылка на него есть. Переходите тоже смотрите видеоролики. Ну а мне друзья на этом все. Обязательно поддержите видос лайком. Подписывайтесь на канал если вы еще вдруг не подписаны. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.